Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы поговорим о том, что начинается у нас, уже начался, вернее, осенне-зимний период. Впереди у нас с вами довольно сложное время, а с точки зрения изменения климата, естественно, мы ждем, что зима придет, осень еще должна состояться. Ну и помимо всего прочего, мы пользуемся с вами всевозможными приборами. Речь пойдет о пожароопасности этого периода, как нам пережить все эти сложности, чтобы ничего не произошло. Ну и, конечно же, подведем итоги летнего, весенне-летнего периода. У нас в студии заместитель начальника Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона Сергей Сергеевич Растворов. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Здравствуйте. Ну, понятно, что сколько бы мы ни делали программ, сколько бы ни говорили о пожарной безопасности, все равно, к сожалению, кое-где что-то происходит. Вот насколько этот закончившийся уже весенне-летний сезон отличается от других, как у нас с точки зрения безопасности пожарной было? Ну, в этом году, в принципе, либо прошедший период прошел более, так скажем, лучше, либо люди действительно прислушались и задумались, и, так скажем, конкретно пожаров у нас уменьшение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть в 22-м было 79, в этом году 59. А, на 20-е что-то, да? Ну, это именно по Люберцам, по городскому округу. Погибших тоже уменьшение идет на 2 человека меньше, то есть в прошлом году было 5 человек погибших, в этом 3. А по пострадавшим, допустим, то же самое, ровное количество 4,4. То есть не везде статистика, и там, и там плавают. Ну, как бы, зато есть увеличение именно в крупных пожарах. То есть... В метраже? Нет. Именно, так скажем, в пожарах, в которых привлекается большое количество сил и средств. Если в прошлом году был один пожар такой, автосерв, загорел, то в этом году уже 4. Там горели шины производства и домокруг. Да, мы же обычно отсчитываем, ну, я имею в виду журналисты-информационщики, они обычно, ну, вот по квадратным метрам, да, пожар, 10 квадратов горит, там, 100 квадратов горит и так далее. А когда тысяча, понятно же, это уже какая-то трагедия. Но вы говорите, что есть ощущение, что народ прислушался, или это просто случайно так получилось? Ну, статистика нужно брать не за один год. За больший период, если за больший период брать, то там более видно, действительно ли идет уменьшение. Ну, надеемся, что идет уменьшение. То есть за этот год действительно снижение идет. Ну, здесь, возможно, еще и помимо профилактических работ, к какой-то степени мы сейчас тоже этим занимаемся, у нас с одной стороны, если говорить, давайте начнем с бытовых, наверное, приборов, это такая история, которая связана с неправильным, там, ну, от того, что утюг не выключил, или, например, проводка старая, которая вдруг начинает сифонить, что называется. Это такой бытовой подход. Вот, и, конечно, с одной стороны, люди сегодня вполне могут, ну, покупать технику, которая не как раньше там она купила, на всю жизнь, пока она не сгорит, что называется. С другой стороны, у нас есть техника бытовая из некоторых стран, которая тоже непонятно где, с кем сделана и так далее. Вот с точки зрения бытовых этих пожаров, от чего они начинаются? От того же утюга? Или это какие-то другие способы возникновения огня? Ну, здесь больше зависит от человеческого фактора. То есть, если у человека есть возможность взять качественный электронагревательный прибор, то он и возьмет качественный. Если у человека нет возможности, то он будет брать то, что есть, как бы... Ну, то, что продается за копейки, что называется, да. И использовать в том числе неисправные электроприборы. Также я в прошлой нашу встречу рассказывал, что, ну, желательно проверить электропроводку, не только электроприборы исключать неисправные, но и саму электропроводку. Вот это важный момент, скажите, и давайте вот здесь остановимся на некоторое время. Дело в том, что, да, бытовой прибор мы понимаем, что когда какая-то прям пластмассовая история, наверное, лучше ее не покупать, не приобретать. А вот проводка – это то, что спрятано, и людям иногда в голову не приходит, что там могут быть провода, да, которые там 50-х, 60-х годов. Вот как это делается? Это где-то заказы, человек должен лишь потратить деньги. Раньше это было централизовано. То есть, ЖЭО проверяло в том числе и в помещениях, где проживали люди. Сейчас, да, конкретно по местам общего пользования, скорее всего, именно ЖЭО, ЖКХ, которые обслуживают, или ТСЖ, а в помещениях на усмотрение собственника. То есть, тот, кто, допустим, в частных домах – так. Ну, понятно. То есть, человек должен сам быть заинтересован в том, чтобы проверить свою эту самую. Да, проверяется это, в принципе, нагрузкой на проводку. То есть, ставится прибор, проверяют на сопротивление, изоляцию. То есть, это не такое сложное, как бы… Не сложное просто, но это действительно нужно делать. Если вновь построенных зданиях, это надо раз… Ну, 7 лет после введения в здание, в эксплуатацию… То есть, раз в 7 лет, да? Да, это вновь построенные здания. А последующие проверки, они раз в 3 года должны проводиться. И там зависит от самого нагревательного прибора. То есть, допустим, там, где плиты, да, электронагревательные, тогда именно эта проводка должна проверяться раз в год. Да, это особая проводка. Ну, а исходя из тех пожаров, которые происходили вот сейчас, в тот период, о котором мы говорим, в основном, от чего это всё происходило? Вы говорите, человеческий фактор. Разные какие-то варианты были? Разные. Ну, может быть, расскажете о некоторых. Ну, как… Все 59 перечли? Нет, разные, разные. Они всегда различные. То есть, есть и возгорания, которые именно от короткого замыкания. Ну, чаще человек просто либо уставший приходит домой где-то, закурил, оставил сигарету. То есть, это остаётся сигарета по-прежнему, да, работает? Да, и сигареты остаются, и на плите оставляют пищу, просто засыпают люди либо в нетрезвом виде, либо просто уставший действительно после работы. и электропроводка. Различные факторы. Хорошо. Ну, это речь идёт о, скажем, частных жилищах. А вот по поводу, ну, скажем, предприятий других, были ли случаи такие вот серьёзных пожаров, где, может быть, не выполнены были противопожарные меры? Вы же занимаетесь и этим тоже. Вот были такие у нас серьёзные случаи за этот период? Или пока более-менее выполняют свои функции? Нет, четыре возгорания были крупные. Из них, повторю ещё раз, два на производственных зданиях. Из-за чего они происходили? Ну, пока ещё по одному... Идёт следствие, да? Да, по одному случаю рассматриваются причины. А по второму там, я так понял, что уже передано по подследственности. Могу ошибаться? Понятно. Хорошо. Ну, теперь напомню, что у нас сегодня ещё во второй части мы поговорим о начале осенне-зимнего периода. Что необходимо делать? Такие дадим наставления, что ли? Хотя вроде бы каждый год об этом и говорится и на телевидении, и на радио, да и в новых медиа везде. Но, тем не менее, отовсюду мы получаем и в больших городах, и в малых, в том числе и в Московской области пожары происходят. То есть, к сожалению, от человеческого фактора никуда не уйдёшь, потому что, наверное, невнимательность, да, вот усталость какая-то. Поэтому лучше всё выключать, переключать, приучить себя к тому, чтобы этого не происходило. Но перед тем, как мы поговорим, на сегодняшний день укомплектованность вот самой гарнизона, то есть, кто сегодня приходит на работу к вам? Кто эти люди, где на это учат? Ну, если по младшему начальству, нашему составу, да, и рядовому, то это колледж. Колледж, да? То есть, после колледжа они приходят к вам? Могут, в принципе, если они после армии имеют нормальный, так скажем... Послужной список, как говорят так. Послужной список. И здоровье со спокойной душой, без образования прийти, имея на руках водительское удостоверение, попробовать устроиться без вопросов. У нас как бы нужны водительский состав и рядовой состав. А это же, наверное, водитель какой-то особенный, потому что для нас, для всех пожарная, скорая, полиция. Это человек, который ездит, что называется, быстрее всех. Какое-то специальное обучение они проходят? Да. Ну, при трудоустройстве человек будет назначен на определенный период стажировки, за этот период, либо чуть после этого периода будет отправлен в учебный центр, и там пройдет обучение с спокойной душой, и после этого обучения он будет назначен на должность водителя. Ну, я понимаю, я почему этот вопрос сейчас поднимаю, потому что такая важная профессия. Тут, наверное, без призвания тоже никуда не денешься, потому что, ну, во-первых, эта профессия еще и опасная для жизни, да, мы сколько таких случаев знаем, вот. А во-вторых, она интересная с точки зрения, многие люди, ну, из детства там, у меня тоже, например, пожарная машина до сих пор сохранилась детская. Но тут очень же важен профессионализм, да, который, как бы, есть, я так понимаю, подходы, насколько современные подходы к пожаротушению отличаются от, там, пятилетней, десятилетней давности. Сегодня есть какие-то новые нормативы, новая аппаратура, новые способы? Ну, естественно, все развивается. То есть и аппаратура у нас развивается, и техника развивается. Техника в наличии есть? Техника в наличии есть, нормальная, только, еще раз говорю, для того, чтобы ее эксплуатировать, нужно пройти перед обращением, подготовку. То есть, ну, если людям интересно, они, естественно, задерживаются и продолжают у нас служить, мы, как бы, не против, наоборот. Ну, это так, я так понимаю, там есть определенная и финансовая составляющая, и социальная составляющая, которая, да, отпуск там какой-то дается, то есть не такой, как у обычных профессий, да? Да, здесь основной момент – это то, что они работают сутки-трое. Отпуск, больничный, обучение. Ну, за счет государства, да. Да, это все за счет федеральной составляющей. Это конкретно, если брать подразделения 27-90 пожарной части. Но все равно призвание должно быть у человека. То есть одно дело можно научить, а потом, я так понимаю, походил-походил, не выдержал эти выезды или дежурства и ушел в другое место. Еще раз говорю, если людям нравятся, они остаются. Если нет, то в основном у нас не задерживаются тем, кто не нравится. Ну, а те, кто остается, то уже профессионалы высокого уровня. Сейчас сделаем небольшую паузу, и вот во второй части уже поговорим о том, еще раз напомню нашим телезрителям, что нужно, а что не нужно делать, да, вот в этот период, кстати, когда все, еще такой шлейф вот этот каникулярный остается, мало того, некоторые еще бархатный сезон успевают отдыхать, да, уезжают куда-нибудь, на дачу могут свои оставить, дома без присмотра. И мы расскажем вместе с нашим гостем о том, что нужно сделать, чтобы еще уменьшить число пожаров. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях Сергей Сергеевич Раствору, заместитель начальника Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона. Вот мы подвели итоги весенне-летнего сезона, узнали по поводу, как у нас там с техникой и с людьми в коллективе, который занимается тушением пожаров, потому что одно дело в кино. Смотрите, сейчас, кстати, в последнее время много фильмов, посвященных вашей профессии, появилось, но это понятно, такие экшены, а в жизни все, к сожалению, не так радостно бывает. Вот давайте поговорим о том, чем отличается осенне-зимний период и какие проблемы тут могут возникнуть. Вроде как дождь нам в помощь должен быть, а на самом деле пожары все равно случаются. Ну, вообще, весенне-летний период отличается тем, что люди выходят на улицу и стараются там где-то отдохнуть, где-то очистить территорию, сжигают траву и так далее. Шашлыки, опять же. Да. Осенне-зимний, он в основном связан с частным сектором. То есть практика показывает, что октябрь, да, сентябрь, октябрь, май, апрель, эти периоды, да, похожи тем, что в эти периоды отопительный сезон либо заканчивается, либо начинается. То есть на улице бывает прохладно, люди, так скажем, централизованное отопление отключено, либо понижено, либо еще не включено, люди начинают обогреваться. Начинают включать обогреватели, либо печки затапливать, либо газовые конфорки включать. И за счет этого... Риск увеличивается. Намного. То есть повышаются нагрузки на электросети, старая проводка не выдерживает, загорается. Либо печки неисправные, то же самое, искры из притопочных. То есть правильно я понимаю, что если уж совсем кому-то холодно, и он решил использовать там электро, например, печь как нагревательную, скажем так, что если он это делает, то он хотя бы должен за ней следить. Мы же не можем ему запретить не включать, да? Каким образом? Но следить. То есть это такие вещи, которые... Ну, любой человек, да, если он что-то готовит, он может отвлечься. Люди разные бывают. И потом одно дело, когда запах помогает понять сначала, что что-то у тебя горит на плите, а потом уже, если, не дай бог, начнется огонь, то это сложнее будет. Кстати, вот мы говорили о том, что такой человеческий фактор, и вроде бы люди, живущие уже довольно долго, они прекрасно понимают, что никто не застрахован от того, что возгорание может произойти. Вот что делать первые минуты, когда, например, ну, я не знаю, там занавеска начинает, полыхнула? Что делать? Сбивать огонь? Или, наоборот, скрывать двери, брать паспорт и убегать? В первые минуты, если именно видите, что... Открытый огонь. ...возгорание небольшое, то, ну, и оно не связано с электроприборами, то, естественно, можно попробовать потушить. Но это только первые минуты. А когда уже сильное задымление и видно, что вы не справляетесь, тогда лучше не стоит, лучше стоит взять какие-то документы, которые под руками, и выйти на улицу. Ну, естественно, сообщить. Да, оповещая соседей о том, что у вас сгорание и пожарных. У нас же сейчас несколько способов сообщения, да? И 112, это такой основной, да, у нас, чтобы позвонить по пожару. Или остается у нас еще 0? 0,1 остается, но основной это 112. То есть через 112 можно даже без наличия на телефоне денег позвонить в ЕДАЦ. И бесплатно, и в некоторых местах даже, если сеть не качественная, то можно позвониться. Хорошо. И вот вы получаете вызов. Что стоит у вас? За какое время сейчас? Я о чем, почему этот вопрос задаю? Потому что, ну, мы же как живем в каких-то пробках, в сложностях. Вы-то наверняка знаете. Пожар, к сожалению, он может произойти в любом месте. Вот у вас есть какие-то нормативы, да, по прибытию? Или сегодня как-то это немножко по-другому работает? Есть нормативы при строительстве пожарного депо. Ну, то есть нужно учитывать, что пожарное депо должно обеспечивать время прибытия в городских населенных пунктах 10 минут, а в сельских 20. Но это при строительстве. А так время прибытия, естественно, зависит от загруженности транспортных линий. Ну, и тут мы, конечно, вспоминаем о том, что водители обязаны уступать дорогу. Но есть, к сожалению, такие места, что они и рады бы уступить дорогу. Но не всегда. А тут еще тоже, наверное, от профессионализма и водителя, который знает, какими путями можно добиться. В общем, в любом случае, только при небольшом возгорании можно как-то попытаться сбить его, но при серьезном лучше уже не рисковать. Ну, согласитесь, если у вас загорелось масло в сковородке, и вы, накрыв крышкой, потушите его. Да, то это проблема нет. То это более удобно. Занавеска тоже опаснее. С занавеской, если у вас под рукой есть вода, туда тоже можно бросить, как бы водой потушить и со спокойной душой проветрить это все. А вот если у вас, допустим, загорелся телевизор, это уже другой вопрос. Его надо сначала выключить, потом накрыть каким-то плотным материалом, который сейчас, в принципе, не часто встречается в жилых помещениях. А как быть, если, например, у соседей что-то дымится? Ну, во-первых, соседей своих обстучать, которые рядом находятся. Во-вторых, попытаться сообщить об этом в пожарную и попытаться все-таки достучаться до тех, откуда дым чувствуется. Почему? Потому что, ну, все мы люди. Может, он после работы уснул и, опять же, поставив на плиту еду. А может быть, ему плохо. Да, да. То есть, может быть, тогда нужно будет, вплоть до того, что дверь нужно будет выламывать. Ну, дверь без прибытия пожарных не советую выламывать. Нет, я имею в виду, когда вылаживают. Вот смысл в чем? Если дверь выламываете, получится доступ к кислороду, разгорается, будет быстрее, намного быстрее. Хорошо. Ну, и вот эта традиционная история, если человек попадает все-таки, ну, разные бывают, мы же многие рассматриваем случаи, что уже пожар начался, и он должен дождаться как-то пожарных. Вот я помню, что там надо закрывать как-то... Если он не успел выйти на личную клетку, либо если вышел из-за давления, есть. Да, в этом случае также, ну, закрываются двери, да, про щели протыкать нужно, желательно влажный какой-то тканей, тряпкой. А потом позвонить в пожарную, сообщить, где они находятся. То есть в каком квартире, на каком этаже. Либо, если они там не могут, не имеют доступа к телефону, хотя бы выглянуть в окно, не открывать его на распашку, выглянуть белой тряпкой, помахать, чтобы люди, которые внизу, увидели, ну, кто находится на каком этаже. То есть такой сигнал дать? Да, сигнал. Подать сигнал окружающим, что, ну, как бы мы здесь, не теряйте, если есть возможность, помогите. То есть, ну, все человечество... У нас в Люберцах сейчас строительство, ну, давно идет такое обильное, скажем, и строятся довольно-таки высокоэтажные дома уже. Насколько сегодня есть возможность добраться на самые высокие этажи, если, не дай бог, там что-то произойдет? Не забывать надо один момент, что высокоэтажные дома должны соблюдаться, ну, строиться с соблюдением определенных требований. То есть у них должны быть незадымляемые лестничные клетки, на некоторых, в некоторых случаях противопожарные... Нет, это незадымляемые лестничные клетки и есть противопожарные лестницы. Я имею в виду, в некоторых случаях должны быть и противопожарные лифты, которые требуются и для подъема пожарных подразделений, и для спуска маломобильных групп и либо пострадавших людей. То есть тогда можно коснуться здесь вопросов, ну, знаменитые проверки, которых так боятся предприятия. Вот, но тем не менее, если не делать эти проверки, то мы все тогда в опасности окажемся. То есть на сегодняшний день можно констатировать, что предприятия, прежде всего, школы, там, колледжи, детские спортивные школы, садики, плюс другие предприятия, что проверка пожарная осуществляется, я так понимаю, вашими коллегами. Кто-то проверяет, какие-то акты составляются, это работает, дверь открыта, потому что мы же знаем с вами историю, что, к сожалению, в самом современном доме может произойти трагедия просто потому, что почему-то закрыты были двери. Ну, вообще, не зря даже, как бы, с Советского Союза, я вот со своего детства помню такое выражение, лучше предупредить, чем потушить. Да. Поэтому да, это, как бы, дает качественный эффект. Если нормально проводится проверка, в нашем случае, я считаю, нормально проводится. Ну, можно было бы на данный момент, так как даны каникулы, так скажем, предприниматели. Чуть-чуть помягче, да. Каникулы предпринимателям этих проверок уменьшились. Но я думаю, что на данный момент наше ОМД, отдел надзорной деятельности, достаточно качественно и полноценно проводит проверки. Ну, и самих, если говорить о новостройках, все-таки там тоже уже заранее, как правило, заложены противопожарные функции. Правда, я знаю, что в Москве точно есть места, где они не всегда работают. То есть они заложены, они вроде есть, но они не подключены. Такое тоже бывает. Поэтому, конечно, опытный пожарный всегда это увидит. Человек, который занимается пожарным надзором, противопожарным, да, как правильно называется. Вот. Но вернемся, опять же, к осенне-зимнему периоду. Что еще бы вы хотели сказать нашим телезрителям, чтобы обезопасить всех нас от неприятных новостей? Ну, в принципе, три основных момента для проживающих в частном секторе хотел бы напомнить. Это перед холодами желательно проверить исправность отопительных печей. Да. То есть они не должны быть ни растресканы, дымоходы не должны иметь каких-то... Изъянов, скажем так, да. Должны определенные требования быть с перекрытиями постройки трубы печной. Перед печью должен быть притопочный лист 50 на 70. Как это посмотреть? Это побелить печку. Проще всего. То есть побелели печку, если, ну, затопили, если она где-то дымит, ее сразу будет видно. Исправна она или нет? Останется посмотреть над печной трубой, чтобы искры не вылетали, когда ты растапливаешь. То есть не перекалять печь. И притопочный лист. Ну, не подкладывать туда рядом с топкой горючие материалы, легко восполняющиеся. Второй момент. Это электронагревательные приборы, как мы уже разговаривали. Их желательно проверять, неисправные, не использовать. Исправные, да, можно использовать, но тоже с умом. То есть не надо на нее наваливать там вещи какие-то. Даже сушите, если промокли вещи, нежелательно электронагревательных приборов. Ну и следить за газовыми плитами, за газовыми баллонами тоже желательно. Это такие основные, да. Да, основные. Ну, для собственников, для председателей СНТ и ТСЖ желательно еще посмотреть, проверить наружные источники наружного противопожарного водоснабжения. Чтобы все работало. То есть подготовить, да. Если есть пирсы, то подготовить пирсы, очистить их, подготовить к зимней эксплуатации. Если и водоемы, то чисто водоемы. Сергей Сергеевич Растворов, заместитель начальника Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона, напомнил нам сегодня о том, что один сезон завершился. Цифры радуют. Будем надеяться, что в следующем еще меньше будет. Но, тем не менее, начинается осенне-зимний период. Посмотрим, как все будет происходить. Мы сделали все возможное, чтобы напомнить вам об этом. Каждый на своем, так сказать, посту должен все это проверить. Ну и каждый человек должен у себя в доме, может быть, от каких-то бытовых приборов отказаться, проверить, я не знаю, включать или выключать, или быть просто внимательным. Думаю, что мы свою миссию сегодня выполнили. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пигненко. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»